Сегодня юные ведущие нашего телеканала отметили День защиты детей в прямом эфире целых два часа. Ребята проводили конкурсы, разыгрывали призы, отвечали на вопросы зрителей и делились секретами создания детских программ. А вот воспитанники социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних отметили праздник на крыльце. Артисты и волонтеры устроили для них представление во дворе. Тему продолжит Мария Шоклева. День защиты детей 1 июня 2020 года выглядит так. За масками не видно улыбок, но глаза излучают радость. Подходить к ребятам близко нельзя, зато танцевать не запрещено. Тяжело работать, петь и танцевать в маске? Немного тяжеловато, но мы понимаем, что данная ситуация нам говорит, что мы должны работать в маске, чтобы была безопасность. И чтобы мы смогли все-таки поздравить деток даже в такой ситуации пандемии. В костюмах троллей и фиксиков сотрудники ДК агрегатного завода. Рядом с подарками волонтеры фонда «Право на жизнь». Мы приехали сюда подарить детям хорошее настроение, хороший праздник, подарки. А врачам, педагогам и родителям отдельный... Респект! Дети с утра встали сегодня как никогда рано. Каждый искал одежду, чтобы быть нарядными. Большое спасибо за те подарки, которые «Право на жизнь» нам подарила. Дети уже выбрали и мне все шептали. Мне фломастеры. Одна сказала, мне нужна раскраска, которую они увидели. Сейчас мы тоже все это обработаем и обязательно детям раздадим. Символ детства и праздника – это, конечно, воздушные шары. Они достались каждому. А еще поднялись в небо и унесли с собой заветные желания мальчишек и девчонок. И вместе с этими шариками ваши желания полетят и будут исполняться! Мария Шоклева, Игорь Зверев, Республика.